Всем доброго времени суток! С вами канал Евгения Саженцева. Сегодня поговорим о том, как психопат внедряется в вашу жизнь, как он вас захватывает и, в конце концов, как выбраться из плена психопата. На самом деле можно назвать этих личностей как угодно. Психопат, нарцисс, доминант, нарушенный человек. Но смысл один и тот же. Это человек, у которого расстройство психики и который привык жить как клещ, который подстраивается к вам, впивается в вас и пьет вашу кровь. Как это обычно происходит? Значит, вначале психопат делает такую подстройку, возможно, даже снизу изначально, но заметим, что его конечная цель – это доминировать. Это происходит через какие-то, может быть, комплименты, подарки, отзеркаливание ваших интересов, делает вид, что вы родственные души. И когда вы полностью расслаблены и думаете, что вы встретили того самого человека, принца из сказки, начинается вся жесть. Вас будут критиковать, обесценивать, виноватить. А вы будете пытаться доказать такому человеку, что вы хорошая, пытаться вернуть те моменты приятные, которые были вначале. Но вы должны знать, что того человека нет и никогда не было. Это просто была манипуляция для того, чтобы вас захватить и медленно уничтожать у вас личность. И действительно так и происходит, что жертва теряет себя, теряет свои интересы, пытается угодить нарциссу и начинает верить во все его обесценивания. То есть если тебе 10 раз сказали, что ты шлюха, то ты начинаешь в это верить. Если тебе 10 раз сказали, что ты тупая, то ты тоже начинаешь в это верить и ассоциировать себя с этими словами. Этих людей нужно очень жёстко вычёркивать из своей жизни силой воли. Иногда обращаясь к специалистам, потому что часто в этих отношениях жертва вообще теряет всякие моральные, физические силы, здоровье угасает, и человек может просто лежать и не иметь сил даже встать. Потому что она ждёт своего хозяина, который укажет ей, как правильно жить. Она уже не понимает, что для неё хорошо, что плохо. она становится рабом этого тирана. Это страшно, это опасно для вас, это вас уничтожает. И так получается, что сперва успешные, самодостаточные женщины. Но подчеркну, что у нарциссов, у психопатов нет гендера, да, то есть это может быть успешный мужчина, который попал в такие отношения, по итогу выходит из них полностью опустошённым, с проблемами со здоровьем, и не имеет сил жить дальше. Но я хочу, чтобы вы знали, что выход всегда есть. Вы обязательно справитесь, если захотите, если приложите усилия. Это большая работа над собой, но она того стоит. Работа по возвращению себе, своей личности, своей самооценке, своих личных границ. Потому как жертва после таких отношений перестаёт понимать, как с ней можно поступать, как нельзя. Она всё терпит и думает, что это нормально. И в то же время психопат поступает с ней очень плохо. Единственная её цель в последнее время отношений это заслужить одобрение психопата. А это одобрение заслужить невозможно, потому что как бы вы ни старались, вы всегда будете неугодной и плохой. Потому что главная цель, которую изначально скрывает психопат, это доминировать и иметь над вами власть и контроль. Доходит порой до того, что психопаты даже ведут специальные тетради, записывают все ваши косяки и потом предъявляют вам, что вы ненормальная, что это вы сумасшедшая. Такая плохая досталась этому психопату. Здесь может быть и газлайтинг, вот как раз таки о чём я говорю. То есть психопат унушает вам, что это вы виноваты во всех его косяках, что это вы истеричка, а не он вас довёл до такого состояния. И контейнирует на вас всю свою негативную сторону души. Он по итогу святой, а вы его недостаток. Это происходит очень тонко, незаметно, и вы сами начинаете в это верить. Когда ко мне обращаются жертвы абьюза, то порой это очень тяжёлые состояния, и я пытаюсь, насколько могу, помогать, что в моих силах. Но вы должны понимать, что многое зависит от вашего желания, от ваших усилий. Поэтому никогда не сдавайтесь. Этот человек не центр вселенной. Вы у себя главное. А не психопат, не нарцисс. И это никакая не любовь. Любовь — это взаимоуважение. Это стабильность. Это хорошее отношение друг к другу. А то, что происходит в отношениях с психопатом, это совершенно другое. Поэтому давайте называть вещи своими именами, снимать розовые очки и двигаться вперёд. Создавайте для себя уголок, где вам будет хорошо, где вас будут окружать люди, которые будут говорить вам комплименты, приятные вещи. Имейте какую-то сферу труда, в которую может не проникнуть психопат, какую-то материальную независимость. Потому что часто психопаты делают жертву зависимой. бывают и такие случаи. Всячески пытаются сделать из жертвы просто не дееспособную. И затем выбрасывают её из своей жизни. Сами доводят до таких состояний и потом выбрасывают и ищут новую. проставьте мокру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...